Всем здарова, с вами Эдвин и вы на канале Мысля Геймица. Сегодня в этом ролике у меня есть новости по поводу монеты Хава. В прошлом видеоролике про монету Хаву я записывал о том, что я получил более выше миллиона монет. Если быть точнее, то миллион семьдесят тысяч семьсот шестьдесят шесть монет. Сегодня Хава открыла доступ к стейкингу, как они пишут. То есть вот мы сейчас находимся на сайте Хава Коин и давайте вместе с вами переведем. Так, пишет не удалось перевести, ладно, я вам объясню. Что это такое? Пишет вообще типа VIP Long Team, то есть тем людям, которые получили монету Хава, Airdrop, они имеют право на стейкинг, который сейчас происходит. Этот стейкинг будет длиться еще три дня и шестнадцать часов. Но есть тут небольшие минусы, которые я хочу вам объяснить. Как только вы зайдете, например, на Хава Коин, давайте я при вас прямо открою, вот так вот находим, получается, Хава. Я отдельную папочку создал. Заходим на сайт Хава без VPN. Вот вы зашли на сайт Хава, подключили ваш кошелек Кеплер, на котором должны лежать ваши монеты Хава. Вы такие зашли и видите, что почему-то здесь не отображаются ваши монеты. Во-первых, заходим в кошелек Кеплер и важно кое-что настроить. Это сеть. Зашли в кошелек Кеплер. Тут есть три полоски. Дальше нажимаете Manage Chain Visibility. Вас перекидывает. И здесь вы можете выбирать сети. Ребята, главное здесь написать Asmo. И у вас тут должна стоять галочка. И вы нажимаете Save. Ну, она у меня уже стоит. Дальше проверяете, нажимаете кошелек Кеплер, листаете, листаете, и вы должны найти свою монету Хава. Как видите, она у меня здесь присутствует. То есть все, ваша монета отображается. Минус одна проблема и паника, так скажем. Так, монеты есть. Идем дальше. Почему же у нас не отображается наша монета на сайте? То есть пишет Wallet 0. Что нужно сделать? Для этого вы должны установить любой VPN, который вам будет удобен. Нажимаете, подключить VPN. Все, VPN включен. Что нужно теперь будет сделать? Просто взять и обновить страницу. Все, как видите, мы обновили страницу. Мы подключили VPN. Все отлично. У нас отображаются монеты. Мы можем нажать Max и нажать Staking. Но есть одно но, ребята. Во-первых, я вам скажу то, что если вы закинете ваши монеты в Staking, они будут в Staking на 6 месяцев. Но вообще я услышал такую информацию, что это даже не Staking, это блокировка монет на 6 месяцев. Поэтому, наверное, лично я не буду все свои монеты Hava закидывать в блокировку на 6 месяцев. Хотя Hava утверждает то, что если мы это сделаем, нажмем Stake, то мы в дальнейшем получим какой-то airdrop. Но лично я, наверное, им буду стейкать где-то 900 тысяч монет. 170 тысяч монет я отправлю типа в Staking. Еще один минус. Когда вы нажимаете Stake и хотите сделать транзакцию, здесь пишут ошибку. Что это за ошибка? Многие могут спросить. Хочу вам сказать, что Hava в своем Telegram канале написали то, что у них проблема сейчас с людьми, которые подключили свою Ledger к Kepler. То есть, если у вас подключен холодный кошелек Ledger и через него вы подтверждаете, то у них сейчас как раз таки с такими людьми проблемы. Они сейчас с командой разработчиков это пытаются устранить. И как только они это устранят, они сказали напишут и мы можем спокойно застейкать. Но если вдруг у вас, например, Ledger не подключен, то вы можете застейкать. У меня же Ledger подключен и я пока что не могу. Также хочу сказать очень классную новость. То, что в их Telegram канале я перешел и они выложили пост про меня. Если зайти в раздел Barking Corner, здесь много всяких ютуберов, тоже криптоблогеров и меня сюда тоже поставили. Вернее, выложили. Так как я записывал отдельный видеоролик про Airdrop от Hava. Спасибо большое Hava, что выложили меня. Также у них здесь есть чат, в котором я участвую и также общаюсь с людьми и изучаю информацию, что вообще сейчас происходит. Некоторые обсуждают, сколько они будут стейкать. Вообще будут ли они стейкать. Короче, думайте сами, как вы будете стейкать. Но лично я, наверное, буду стейкать 10% всех моих монет Hava. Это 170 тысяч. Что будет дальше происходить, я пока лично не знаю. Как только получу информацию, я вам запишу видеоролик. Ребята, это продолжение видеоролика. Сейчас я вам хочу показать, как обойти эту систему, а именно, что ваша кнопка стейк не нажимается. И как вообще застейкать. Смотрите, повторяю. Те люди, которые имеют аккаунт в горячем кошельке Kepler с привязкой холодного кошелька Ledger, пока эту ошибку не устранили. Но, как видите, у нас время остается все меньше и меньше. Я уже застейкал. Сейчас покажу, как это делать. Для начала мы отключаем наш основной кошелек Kepler. Если мы зайдем, вот это мой основной кошелек. Я его должен отключить. После чего, вот делайте, как я вам объясняю. После чего мы включаем, получается... А, нет, мы не включаем VPN. Мы заходим в Kepler. Нажимаем на этого человечка. Это по-другому аккаунт. И вот я уже создал запасной аккаунт. Как его создать? Есть вот такая кнопка ADD Wallet. Мы вместе с вами нажимаем на нее. После чего он нас перекидывает на другую вкладку. Здесь можно импортировать ваш кошелек. Можно создать его. Кстати, если вдруг вы хотите импортировать ваш кошелек, который у вас был, основной кошелек, просто впишите сит-фразы, и ваш кошелек восстановлен. Но мы сейчас не об этом. Мы сейчас создаем новый кошелек. Нажимаем Creative and New Wallet. И здесь должны нажать на левую кнопку. Что там будет? Условно. Вам предлагают записать 12 сит-фраз, которые помогут в дальнейшем для восстановления вашего кошелька. Обязательно это запишите. Пусть будет у вас еще запасной кошелек. Записали, подтвердили, прошли проверку. После чего создается у вас кошелек. Мы заходим сюда. Нажимаем Kepler. Заходим на наш запасной кошелек. Здесь мы обязательно должны нажать вот эти три линии. Manage Chain Visibility. Это добавить в общем сеть. Здесь у вас, возможно, не будет сразу видно осмосис. На первых рядах мы пишем в поисковике осмосис. Нажимаем вот тут галочку, нажимаем save. Отлично. Почему мы это сделали и зачем вообще? Так как хава работает на сети осмосис, монету хава вы увидите в своем горячем кошельке Kepler только из-за того, что у вас подключена сеть. Если сеть не подключена, монету вы не видите, но она у вас есть. Поэтому мы сеть подключили, заходим в запасной, и тут будет отображаться ваша монета хава и другие монеты тоже, которые вы сюда перекинете. Что нам нужно? Те, кто получил airdrop, получается, у вас монета будет на основном кошельке. Здесь у меня уже ее нету, я ее уже перекинул и поставил в стейкинг. Но я объясню, как это сделать. Заранее заходим в запасной кошелек. Здесь нажимаем копировать адрес. Копировать именно от сети осмосис. Именно адрес от сети осмосис. Мы копируем. Отлично. После чего переходим на наш основной кошелек. Вернее, ваш основной кошелек. Ну и я на своем показываю. Листаем до монеты хава. Допустим, за место осмоса у вас будет монета, например, хава. Но я покажу на монете осмос. Система одна и та же. Здесь будет кнопка send. Нажимаете send. Вставляем адресную строку здесь. Вернее, вставляем адрес. После чего здесь мы выбираем количество монет. Просто нажмите max и все. Этого хватит. Ну, чтобы сразу все мы это поставили. Если, конечно, хотите, можете сделать вот так вот, типа. Пару ручку монет. Так, сейчас я... Получается, нажали. Вот здесь send. Адрес есть. Монета, допустим, вот есть. И нажимаете отправить. Дальше. Заходите в запасной кошелек. Проверяете, монета пришла вам или нет. Если пришла, отлично. Также делаем все тоже ровно самое. Еще раз заранее копируем наш адрес от сети Asmosis. Заходим в основной. И вы должны перекинуть монету Osmo. Для чего еще монета Osmo нужна? Монета Osmo требуется для оплаты транзакции. А то есть комиссии или же газа. То есть вам нужна эта монета, чтобы просто оплатить комиссию за транзакцию. Мы нажимаем, также send. Вставляем адрес. Здесь буквально, ну, доллара хватит. Вот буквально доллару, даже меньше доллара, там можете 0.0... Там 0.0... Нет, 0.0 не подойдет. Просто 0.65, короче. Вот сколько хотите. Там пару копеек нужно потратить. Нажимаем отправить. Все, заходим. Теперь запасной кошелек. И должны вы проверить. Монета Osmo для оплаты комиссии есть? Есть. Хава есть? Есть. Все, отлично. Теперь мы сможем уже застейкать. У нас открывается функция, потому что леджер у нас к этому кошелку не привязан. Что мы делаем? Открыли сайт Хава без VPN сначала. Открыли. Вот теперь только включаем VPN и обновляем страницу. Займет это буквально пару секунд. Смотря у кого какой VPN вообще. После чего мы нажимаем Connect. Заранее в Кеплере мы должны выбрать наш запасной кошелек. Чтобы он не подключил тот кошелек, где у вас леджер привязан. Нажимаем Kepler Wallet. И нажимаем Approve. Подтвердить. Ждем. И здесь должны у вас высветиться монеты. В общем, монеты будут показаны у вас тут. Именно ваше количество монет. После чего вы выводите сумму. Сколько у вас монет есть. И нажимаете кнопку Stake. И просто нажимаете. Тут вылезет у вас Approve. И эти монеты перейдут сюда. Вот в Staking Balance. Но сайт что-то подтупливает. Я уже подождал более 5-6 минут. Что-то не показывает. Но это будет так. Вот здесь в Staking Balance будет ваша монета, которую вы застейкали. Все. На этом все. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Потому что в моем телеграм-канале выходят как раз-таки горячие новости. Пока вы смотрите этот видеоролик. Я уже вчера выложил про это пост. И, как видите, люди уже участвуют и понимают, что вообще происходит. Также в своем телеграме я отвечаю на вопросы. Те, которые вы задаете мне под видеороликом в комментариях. На этом все. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok